Привет, друзья, с вами Greenwood. Сегодня у нас обзор на персонажа из вселенной Эволюция Черепашек-Ниндзя, нового последнего сериала. И это персонаж Митсветс, который у нас в дубляже назывался Жирный Кус. Упаковка стандартная, прозрачный передний блист, через который мы видим нашего персонажа. Название его Митсветс – The Tenderizer. Tenderizer – это в переводе означает tender, это нежный. Он так и переводится tenderizer. Tenderizer – это молоток для отбивных, который у него в руках. Значит, унижнитель можно так перевести. Вот такое вот странное определение дают Митсветсу. С обратной стороны отличнейший, красивейший арт, где Митсветс стоит со своим, собственно, tenderizer, этим молотком для отбивных. И, конечно же, описание нашего персонажа. Однажды он был знаменитым поваром. Митсветс теперь очень сильный, мутировавший свин с огромным tenderizer, молотком для отбивных в руках. И еще он вооружен такими специальными усиками, которые вырываются из его рук и высасывают силу из мутантов. Вид – свинья-мутант, оружие – мясной tenderizer. Добавлю еще от себя, что звали этого парня, когда он был человеком, Rupert Swaggart. Внизу у нас стандартная базовая линейка, показана черепашка Splinter April, Baron Draxum, на которой уже есть обзор на канале. Ищите выше, ищите видео, которое вы видели раньше. И Origami Ninja. Ну что, давайте достанем его из упаковки и посмотрим, как он выглядит. А выглядит он вживую очень здорово. Вы знаете, друзья, я обожаю большие увесистые фигурки, огромные фигурки. И наш митсвец, наш жирный куст, он именно такая фигурка. Он огромен, и он такой тяжеленький. Посмотрите, какой он классный. У него классный скульпт. Обалденный просто. У него жирный животяра. Такие грудные мышцы тут прокачаны. Он весь в таких каких-то пупырах, чтобы добавить ему отвратительности. У него свиная башка. Такие мелкие красные противные глазенки. Сейчас наведем резкость. Вот, такое свиное рыло, бордовое. Открытая пасть с желтыми неприятными зубами. Этот персонаж явно мне неприятен. И он должен быть неприятен зрителю. Он именно такой вредный, противный, злобный мутант. У него белые волосы между его свиных ушек. С обратной стороны у него тут тоже пупыры на шее. Тут складочка такая. И сзади у нас эти такие неприятные какие-то прыщи, не прыщи. И тут у него вот такие какие-то странные крепления, которые спереди покрашены в желтый цвет. Сзади, конечно же, зачем красить спину? Кто же смотрит на спину? Плеймейс, зачем красить со спины? Не надо красить, не красить со спины. И кому это не нужно, ваша покраска? На остальных частях рук у него такие разноцветные и фиолетовые, и бордовые какие-то вкрапления. Видимо, это татуировки его какие-то. Я не помню, был ли человек этот повер татуирован или нет. Можете написать в комментариях об этом. У него такие большие перчатки надеты. Возможно, даже вот эта часть перчаток, это раструб вот такой. И они прикольно выглядят. Они такие резиновые, мягкие пальцы у него. Большие перчатки на двух руках у него. Эти перчатки. Видимо, ему удобнее в перчатках работать с мясом. На нем фартук. Фартук мясника. Фартук этот такой бантик имеет сзади прикольный. Тоже резиновый фартук, мягенький. Под фартуком у него штаны. И вот такие вот ноги. Он боссый. Это вот у него галеностоп. И просто стопа еще изогнута. Обе стопы. Как бы копыта тут внизу, вот пальцы. Видите, такие острые, как копыта выглядят. И он стоит на этих лапах. У него изогнута стопа. Он как будто двигается, идет, передвигается. Он устойчивый. Как и другие фигурки. Мы видели Шеддером, мы видели Драксом. Они прикольно стоят. Он, конечно, может опрокинуться, потому что он тяжелый. У него вверх все-таки тяжелее, чем ноги. Массивнее. Но он довольно-таки устойчивый парень. По артикуляции вращается голова вокруг. Она прямо вот в такой массивной шее вот тут вращается. Руки двигаются в плечах. Они сгибаются и вращаются. И вращаются у нас руки в лучезапясных суставах. И даже локоть двигается. Ребят, смотрите. Локоть изгибается и вращается. Классная артикуляция. Класс. Почему Шреддеру не сделали локоть? Не знаю. У Драксума и у Митсвеца есть артикуляция в локте. Пояс крутится. Он может вот так стоять. Довольно-таки клевая поза, да? Вот так может стоять. Вот пояс у него поворачивается. Ноги двигаются в тазобедренных суставах. И все. Причем они только сгибаются. Вот такой поворот как бы вот. Ему больше не надо. У него они так ноги сделаны, что согнуты в коленях, согнуты в стопе и в голеностоп. Так и согнут. Ему больше артикуляции, по идее, и не нужно. Вот наш тендерайзер. Молоток для отбивных. Тут шипы. Тут шипы. Тут ручка крепится. Внизу в виде кости ручка. К сожалению, он не окрашен. Было бы клево, если бы его покрасили. Вот видите, там на картинке он желтого цвета, вот часть молотка, который бьют. И эта древка, вот его рукоятка белая. Было бы классно. Могли бы покрасить, но они аксессуары не красят в принципе. Но было бы здорово. Но он такой резиновый, прикольный, прикольный, тяжелый резиновый. В руку как он становится. Смотрим. В руку не очень. Болтается. Болтается в другую руку. Ну-ка, ну-ка, болтается. Тендерайзер у нас болтается, и мы его закрепить так по-человечески не можем. Он когда размахивать им будет, он будет болтаться, вот видите. Не держится крепко, но держится хоть как-то. Вот он может держать его так, даже вниз может опускать. И есть у нас вот такая штука. То, что в описании и в описании к персоналу называется tendrils. Тендрилс, как усики переводится. Оно может как щупальца, наверное. Ну, щупальца будут tentacles, синтакли, а это tendrils, усики. Вот они такие, противные на вид, как будто кусок мяса, который хочет тебя поймать. И видите, у нас тут есть отверстие. Написано R, правый. Ну и на правую руку мы и наденем, в принципе. И тут у нас есть вот такая вот культяшка, если снять перчатку. И вот превращается у нас в рука, в эту руку с tendril, с усиком, который хочет дотянуться к черепашкам. Хочет схватить черепашек наш, митсвец, и поймать их. Вот, высосать из них их мутантскую силу. И снова, ребят, я скажу, что это классная фигурка. Третья фигурка из Райза. И третья фигурка мне нравится. Третья по обзору, я имею ввиду, моему. Она мне нравится. Она шикарная. Она тяжелая. Она классно скульптурирована. Она классно покрашена. У нее есть аксессуары в виде молота и сменного вот этого усика, щупальца. Ей будет интересно играть. Она будет клево выглядеть на полке. И это хороший персонаж и хорошая фигурка. Это уникальный персонаж для Райза именно созданный. Митсвец мне понравился. И я им остался абсолютно доволен. Своё мнение пишите в комментариях. Не забывайте, прямо сейчас напишите комментарий. Понравилось вам или нет? Как вы относитесь к этому персонажу? Как вы относитесь к этой фигурке? Я думаю, что продолжу снимать обзоры по Райзу, потому что мне действительно интересна эта серия. Playmate ее прикольно и исполнили. Прикольно реализовали. А на сегодня это все, друзья. С вами, как всегда, был Greenland. Кавабанга, чуваки. Пока-пока.